здравствуйте уважаемые зрители нашего видеокурса лекции по струйной циментации грунтов сегодня мы решили еще провести одно выездное урок для того чтобы показать какое-то уже первое практическое применение струйной циментации и мы решили это показать на вот нам повезло что сегодня строится один объект и нам удалось как бы договориться со строительной организацией провести эту съемку прямо на уровне строительной площадки мы сейчас находимся на заводе специально строительная техника которая многие свои помещения выстраивать виде вот подобных ангаров и ангары стоят на фундаментах фундамент это пример ленточный роствер который объединяет ну иногда их называют микросваи вот как-то свайщики не совсем уважительно относятся к нашим сваям но мы их называем гордо сваями и так стоят сваи в линию объединены железобетонным ростверком на котором будет находиться подобная металлическая конструкция это достаточно быстрый способ возведения каких-то строительных конструкций в виде каких-то цехов в которых можно держать технику ставить какие-то уже станки держать материалы держать там горючее вещество и так далее то есть все такой ангар он многофункциональный но он очень удобен очень хороший на этом заводе их уже стоит 4 и сейчас мы еще хотим таких 4 ангара построить вот сейчас мы перейдем с вами уже непосредственно на площадку где выполняются уже первые операции по технологии стульной санитации грунтов сейчас мы присутствуем с вами на растворе узле то есть на том месте где у нас происходит замешивание цемента с водой вот это приготовление цементного раствора и его подача в напорную магистраль значит раствор узел состоит или технологический комплекс состоит из миксера где находится цемент из бака где находится вода из миксерной станции в которой происходит смешение цемента с водой и приготовление непосредственно цементного раствора и подача его в сердце всей этой технологии высоконапорный насос насос который мы говорили с вами на прошлых лекциях должен давать огромную энергию для той вылетающей струи которую мы потом увидим на строительной площадке а для этого чтобы это было этот насос должен быть оснащен мощным двигателем в данном случае это насос производства специальной строительной техники завода и его мощность двигателя составляет 400 лошадиных сил поэтому он так и называется ССТ 400 и соответственно давление на гнетание около 500 атмосфер расход приблизительно 200 литров в минуту вот примерно такие характеристики мы об этом еще будем более подробно говорить когда мы перейдем к подробному изучению всего технологического оборудования но сейчас вы должны просто увидеть тот комплекс где происходит вот это смешение воды с цементом и соответственно подача его в нагнетательную линию весь вот этот комплекс технологического оборудования он разработан и произведен в предприятии специальная строительная техника еще раз повторяю это высоконапорный насос ССТ 400 это миксерная станция которая готовит цементный раствор и это оборудование было сделано по заказу строительной компании «Инспроектстрой» которая сейчас выполняет строительные работы на базе завода специальная строительная техника вот такая взаимосвязь конструкторов, проектировщиков, инженеров, строителей все это место дает возможность непосредственно не только изготовить это оборудование, но и проверить его в условиях реальной строительной площадки вот сейчас мы находимся непосредственно на строительной площадке, где выполняется работа по устройству фундамента с помощью технологии струйной цементации мы с вами посмотрели только что где приготовится раствор, а сейчас мы непосредственно находимся перед точкой бурения где выполняется устройство грунтоцементных свай, армированных трубами, армирующим элементом ну вот у нас буровая, а уже дальше уже ребята выполняют работы непосредственно по устройству самих ростверков железобетонных поэтому сейчас я предлагаю подойти поближе на точку бурения и посмотреть весь процесс устройства свай более подробно сейчас мы видим с вами так называемый прямой ход, когда бурится непосредственно, ну как иногда даже ее называют, лидерная скважина все, достигли мы проектной отметки машинист буровой установки скомандовал своему коллеге, чтобы он поднял давление вот до тех 500 атмосфер, которые мы с вами видели на комплексе и в данном случае с подъемом 4 сантиметра за несколько секунд происходит подъем с одновременным вращением бурового снаряда и соответственно с размытием грунта вокруг бурового снаряда излишек перемешанного грунта с цементным раствором в виде пульпы выходит сейчас на поверхность ну, как правило, работа в глинистых грунтах очень часто сопровождается тем, что пульпы не выходят на поверхность когда мы делаем просто грунтоцементные элементы, конечно, с этим надо бороться для свай это можно иногда и не делать вот первые 3 метра он уже поднял из 6 метров сейчас он перезарядит буровой снаряд и продолжит эту работу дальше вот в этот момент подачу раствора не останавливает, да, в этом месте свай будет иметь некоторое утолщение ну, это даже и хорошо, вот излишек цементного раствора вышел на поверхность в этот момент выходит на поверхность как только начинается подъем, так пульпа сразу уменьшается но вот по этой пульпе, которая сейчас выходит, можно судить уже непосредственно вот это у нас единственная информация о том, как мы делаем сваю вот сейчас мы видим хорошая такая сметанообразная пульпа, однородная по цвету по составу, нет никаких включений это говорит о том, что и свая будет тоже иметь однородной структуры она тоже не будет иметь каких-то непромесов и, в общем-то, вот так и, собственно, опыт это прекрасный материал все, мы сваю с вами закончили подъем сваи мы с вами закончили на это ушло где-то приблизительно 4 минуты и сейчас происходит так называемая технологическая операция это армирование сваи то есть мы армируем ее армирующим элементом вот на данном объекте этим элементом является труба вообще надо сказать, что, наверное, в 95% случаев все грунтоцементные колонны всегда армируются трубами почему? потому что это наиболее просто, очень легко и этот материал всегда не дефицитен его всегда можно приобрести в данном случае даже используются бушные, как правило, трубы то есть трубы бывшие в употреблении отъехали, прицелились и начинаем ее пускать тут на первых метрах она пускается под действием собственного веса и так 6-метровая свая армируется трубой длиной 4,5 метра в какой-то момент с помощью буровой машины эту трубу очень легко вдавливают вот вы видите, что на точке производства грунтоцементной колонны присутствует только одна буровая машина она делает всю работу она бурит скважину, она поднимает и формирует тело грунтоцементной сваи она же подтаскивает трубы она же эти трубы и додавливает то есть не нужны какие-то дополнительные механизмы в виде крана, в виде погрузчиков и так далее то есть операторы с помощью подсобных средств которые они как правило находят на этой же строительной площадке они додавливают трубу вот мы смотрим конец всей работы труба додавлена до какого-то расстояния ну вот и все, свая готова на ее устройство у нас ушло приблизительно 6 минут так как это 6-ти метровая свая то приблизительно минута на метр и значит соответственно мы за час можем сделать те же 60 погонных метров сваи скажите мне, какая технология еще может соревноваться с технологией струницементации грунта по ее скорости ну например, если мы за час сделаем 60 погонных метров, то за 8-часовую смену теоретически можно сделать 500 погонных метров на самом деле, конечно, такого никогда не бывает всегда на практике встречаются какие-то мелкие аварийные ситуации какой-то там подвезли, не поднесли но в результате, вот наш опыт показывает что 150 погонных метров делает любая неорганизованная или плохо организованная бригада, а уже хорошие ребята они делают за смену 200-250 погонных метров грунтоцементных колонн но такой скорость не может обеспечить никакая технология, ни буронабивная ни микросваи, ни что иное не может дать такой результат поэтому мы и любим эту технологию поэтому мы ее всем и рекомендуем и дальше мы посмотрим, что дальше будет делаться с этими колоннами вот участок, где работы по устройству сваи были закончены вот такой он имеет вид тут еще будут продолжаться вторые сваи пройдемте дальше после того, когда цемент расслой набрал какую-то начальную площадь обычно в эту площадку все вот эти излишки затверделшие кульпы убирают, срезают отсыпают эту площадку куском, ПГСом и в дальнейшем производят ее выравнивание до низа предполагаемого ростверка вот сейчас у нас уже свайное поле с вами абсолютно сформировано оно готово и мы дальше переходим уже непосредственно к обвязке ростверка следующий этап который, конечно, не относится уже к технологии стульной цементации но так, чтобы закрыть эту проблему полностью описать ее мы вам уже показываем участок, где уже сделана обвязка то есть уже армокаркас связан достаточно простой и в дальнейшем происходит уже установка опалубки и вот это последняя уже технологическая операция установка закладных металлических листов в которых впоследствии будет привариваться металлическая балка к ней уже вся конструкция вот этого ангара в общем-то все никаких секретов все очень просто все очень легко все очень быстро и самое главное надежно это главное преимущество струйной технологии грунтов вот это основание вся эта работа была сделана на этой площадке приблизительно за неделю за неделю пробурили прокачали обвязали и подготовили для приема бетона который будем принимать там через пару дней все через неделю ростер готов и сюда уже выйдут ребята которые будут строить уже верхнюю часть этого строения всем спасибо мы показали самый лучший результат мы показали самый я бы даже так сказал одной из больших преимуществ этой технологии и одной из широчайшей области применения этой технологии когда я был 20-30 лет назад в Италии то все были увлечены когда я учился этой технологии все были увлечены устройством именно свай сейчас идет какая-то другая мода на технологию струйной цементации это обработка больших площадей об этом и будем говорить но струйная технология начиналась именно с этого с устройства свай вот таким быстрым, легким, доступным способом всем спасибо за внимание ждем вас на следующих лекциях до новых встреч! и до новых встреч! после новых встреч!